Жилый фонд Жлобина и Жлобинского района, ЗАРС, это 534 домы. На сегодняшний день неправатизованными застаются 6% у квартиры, хоть не выключено, что до конца месяца эта резьба сменшится. Все роды, кто не ожидает набывать жилье в приватную властность. Первое, за все одинокие пенсионеры и маломаемые граждане. Меж тем, когда за весь по передний месяц документы на праватизацию на Жлобинске накировали 70 человек, то за первые 10 дней в червяне уже 40. С коштом квартир в областном центре местовое жилье неправнальное, самая великая сумма, которую необходимо заплатить за двухпокайовую квартиру в Жлобине – 450 миллионов рублей. У вогулих эта сумма залежит от шмата яких факторов. Место знаходжения дома, материалы, за которые он побудованы, и навыд термина подачи заявы. Гады-два тому приватизация каштовала у разы тонней. Уся справа у так званом индексе будавнейшем монтажных работ. Разница по сравнению с 2013 годом уже в два раза, потому что индекс в 2013 году где-то был 15 в среднем, а сейчас он уже 32 – индекс на строительно-монтажные работы, который применяется при расчете. У сельско-местовсе аналогичное жилье каштое извычайно тонней, причем эта розница вылечается десятками миллионов рублей. Одна из причин – специальные коэффициенты, которые применяются при оценке «Кватер». У центра города цану поэлечить на 20-30%, у вёссы на дворот снизить прикладно на 10%. Сколько будет каштовать неприватизованное жилье, переведенное у категории арендного, докладно по кульневая дома, а летое, что коммунальные платежи у таким разе повеличатся, видовочным. Разумствуем у грамадян и шеюсть махчимость отримать «Кватеры» во властную майомость. У опошней дни червеня документы будут приматься до 24 годин. С момента подачи заявления в течение месяца местные органы власти должны принять решение о разрешении приватизации жилья. Еще гражданин дается год на то, чтобы в течение этого времени оплатить первоначальный взнос в размере не менее 10% и нотариально заключить договор и зарегистрировать свое жилье в БТИ, в органах регистрации. С этого момента он становится уже, скажем так, собственником своего жилья. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания «Гомель», Жлобинский район.